Послание тибетцев Часть первая Буддизм Фильм Арно Дежардена Когда народ уменьшается до таких размеров, что для продолжения древних традиций создаются ансамбли народного танца, это означает, что его фольклору грозит вымирание. Когда приходится открывать школы, чтобы сохранить традиционные танцы и вневременную музыку, можно с уверенностью сказать, что источник этого искусства иссякает. Тибетцы, которым пришлось бежать в Индию, знают это не понаслышке. Что же произошло? Восстание против китайского правления 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 Но эти дети не просто беженцы Вынуждены эмигранты или изгнанники, как их встретишь по всему миру Эти дети стараются улыбаться, несмотря на то, что их родители убиты, деревни разрушены, а свобода утрачена И они тоже хрупкие наследники традиций Тибета И невероятной буддийской мудрости, благодаря которой прославилась их потерянная родина Страна во всех отношениях загадочная, так как остается практически неизученной Восстание против китайского правления Восстание древних памятников архитектуры цивилизации, исчезнувшей тысячи лет назад, весь мир будоражит И все газеты только и твердят об усилиях и огромных суммах, выделяемых для сохранения египетских храмов на Верхнем Ниле Однако, похоже, нас куда меньше волнует вымирание культуры, происходящее у нас на глазах Останется ли хоть что-то от тибетской традиции и от этой самобытной тантрической формы буддизма? Ведь ни мировая известность тибетских лам по части йоги, оккультизма и магии, ни коммерческий успех нескольких сенсационных книг Не принесли этим беженцам никаких средств, чтобы обеспечить истинных духовных учителей, проживающих теперь на склонах Гималайя в Индии и в Секиме Как зажечь потухший огонь на высокогорных плато, где он горел так ярко и так долго? До 1959 года лишь горстка документальных фильмов и фотографий, сделанных по большей части в Секиме и Даржилинге в Индии позволяли проникнуть в этот захватывающий мир Поверхностные репортажи создавали впечатление, будто тибетцы поклоняются пантеону божеств со страшными лицами чью честь они устраивают жуткие ритуалы, в которых большинство усматривало признаки вырождения буддизма Европейцам, в особенности христианским миссионерам, сложно было за символизмом этих, на первый взгляд, кротескных ритуалов обнаружить скрытую мудрость Что же тогда такое ламаизм? Ведь именно это название европейцы дали религии Тибета Еще до возникновения буддизма, а затем и параллельно с ним, Тибете существовали и другие формы поклонения высшим силам Например, колдовство и шаманство Главной и самой древней из них была религия Бонн Для религии Бонн укрепление буддизма в Тибете, где он был провозглашен государственной религией, было явлением нежелательным Тибетский буддизм это одно, а Бонн другое Ну а колдовство и вовсе третье Очень важно их не путать Как и тибетцы-буддисты, многие колдуны и шаманы в последние годы также бежали из страны, найдя убежище в Бутане или Сикиме Недалеко от Гангтока, богатый житель Сикима обращается к целителю-оккультисту с просьбой вылечить его больную жену Целитель вошел в транс и сообщил богачу, что для излечения жены потребуется принести в жертву козу Головной убор и ритуальные предметы, используемые колдунами, похожи на те, которыми пользуются буддисты-красношапочники Без внимательного осмотра очень легко их спутать И, конечно, подобные ошибки неприятны буддистам and the most simple amongst them в последствии Дисаковые условия динамы Дисаково 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 Это старая тибетская женщина, также живущая сейчас в Секиме, Оракул. Временами, правда, не всегда она тоже входит в транс. Пока она находится в этом состоянии, она может предсказать ближайшее будущее тех, кто к ней обращается. Сегодня эта молодая женщина хочет узнать у Оракула, чего ей ожидать от следующего месяца, и что ей делать в сложившихся обстоятельствах. Между тем, официальная буддийская церковь также признает Оракулов. И мужчин, и женщин. Однако, чтобы добиться признания церкви и снискать популярность у местных жителей, нужно соответствовать очень строгим правилам и требованиям. Хотя колдовство и особенность жертвоприношения животных в какой-то степени искорнено в самом Тибете. Оно по-прежнему процветает в соседних странах, в Непале, Бутане и Секиме. Этого непальца зовут Аджакри. Он также живет вблизи Гантока. Должен признать, что даже некоторые сикимские буддисты без колебаний обратятся к нему за помощью, если их родственникам будет грозить болезнь или опасность. Тибетские буддийские монахи, напротив, сурово осуждают любое убийство животных, так как единственное жертвоприношение, признаваемое Буддой, это принесение в жертву своего эго и привязанности к материальному миру, личное, внутреннее жертвоприношение, а не убийство коз или кур. Когда Буддийжу стал официальной религией Тибета, приверженцы религии Бон и Колдуны были вынуждены подчиниться некоторым правилам, особенно касающихся их одеяний. Их деятельность также ограничили некоторые запреты. Например, как вы видите, они обязаны бить по внешней стороне барабана, дальней от них. В отличие от официально признанных монахов. Говорится, что колдуны закрывают лица своими инструментами, пряча свой сцит, так как их предки были повержены буддистами в турнирах-диспутах по метафизике и в состязаниях в чудесах и магических силах. Буддизм родился в Индии, под сенью знаменитого дерева Бодхи, где за 500 лет до рождения Христа Будда Гаутама достиг пробуждения, просветления, совершенства. Через 12 веков буддизм распространился и пришел на просторные на горе Тибета. Продолжение следует... Буддхи, Буддхи, на острове Тибета. Буддхи, Буддхи, Тот, кого две с половиной тысячи лет люди считают спасителем, освободителем и победителем страданий, медитировал здесь, усиленно боролся со своим собственным «я» и, наконец, одержал победу. Именно здесь, обнаружив путь, выводящий за пределы рождения и смерти, Будда Гаутама решил повернуть колесо своего учения, открыть людям благородные истины, проливающие свет на подлинную природу вещей. Он хотел наставить человечество на путь, ведущий из тьмы в свет, от иллюзии к истине, от смерти к вечности. Его послание гласило, «Ничто не вечно, все подвержено непрекращающимся изменениям. Радость не существует без страданий, и ничто, никто, ни ты, ни я не обладаем самостью, независимой и постоянной». Здесь, под деревом, похожим на это, благородный царевич отрекся от трона, жены, любимого сына и стал монахом, чтобы освободиться самому и освободить других от боли и страданий. Здесь Гаутама Муни, отшельник из рода Шакья, на утро после ночи, которой суждено было стать навеки священной, стал Буддой, просветленным, пробужденным, совершенным. Здесь совершаются подношения. Они предназначены не только наставникам Далай-ламы, двум важным ламам тибетской буддийской школы желтых шапок, но и вечному телу Будды. Это символы единственного истинного подношения, подношения самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два с половиной тысячелетия люди хранили твердую веру. Будут ли они и впредь простираться перед тремя драгоценностями прибежища? Буддой, спасителем, хармой, учением о правильной жизни, и санхой, общиной мудрецов и верующих. Недалеко от Бадгайи, в Раджгире, расположена гора грифов, святое место поклонения буддистов, исповедующих Махаяну. Они говорят, что Будда прожил на этой горе 15 лет, распространяя учения, дополняющие Хинаяну, малую колесницу. Именно здесь появился один из самых знаменитых и значительных священных текстов человечества. Праджни Парамита — текст о совершенной мудрости, мудрости, выводящей за пределы. Здесь Будда открыл миру великую тайну. Все, все живые существа, все события, все, что происходит в мире, как прекрасное, так и пугающее, столь же нереально, как и мираж, то возникающий, то и исчезающий в вечном беспредельном пространстве пустоты. Шуньяты. В прошлом, на протяжении многих веков, последователи Хинаяны, направления буддизма, которое исповедуют на Цейлоне и в Бирме, и последователи Махаяны, которую исповедуют в Тибете, Китае и Японии, воспринимали друг друга в штыки, критикуя друг друга и обвиняя в искажении учения. Наланда — место, где руины все еще хранят свидетельство о той великой эпохе, когда тысячи монахов медитировали и учились в здешних храмах и кельях. Наланда — знаменитый университет, центр Махаяны. Именно отсюда ее учения распространились по всему Тибету. Теперь же для буддистов пришло время объединяться. Буддисты отовсюду, с севера и юга Азии, объединенные общим учителем Будды Гаутамой, воплощением сострадания, собираются вместе в попытке понять друг друга. Буддизм возник в Индии, однако полностью исчез в этой стране после возрождения древнего индуизма. В нескольких километрах от развалин Наланды, на том самом месте, где тысячу лет назад жили их буддийские предки, индийцы построили новый университет, куда монахи со всего мира приезжают для изучения древних священных писаний. В то время, как приверженцы Хинаяны писали свои тексты на Пали, последователи Махаяны пользовались санскритом. Труды, вошедшие в тибетский буддийский канон, столетия назад были переведены с санскрита на тибетский индийцами, приглашенными в Тибет и тибетцами, посещавшими Индию. В самом Тибете традиция сохранялась и передавалась несколькими путями. Помимо рукописей, печатники также использовали деревянные клише, и потому многие тексты на санскрите, утерянные в Индии во время мусульманских нашествий, сохранились в тибетских переводах. Произведения искусства также были средством передачи знаний. Мастер, скульптор, гравер или художник не мог и подумать о том, чтобы выразить в своем произведении собственные земные устремления, мечты, желания, фантазии и муки. Как и в Египте, во времена фараонов, или в Европе, во времена господства романа готического стиля, анонимное искусство Тибета передает законы, истины, весь спектр учения. Строгие каноны иконографии предписывают необходимые атрибуты и цвета для изображений тантрических божеств, этих символов великой силы, приводящей в движение Вселенную и наделяющей жизнью каждое человеческое существо. Вопреки, а возможно и благодаря строгим требованиям, предъявляемым к художникам, большинство тибетских танкописных изображений необычайно красивы. Однако в Тибете, как и в Индии, у мусульманских суфьев, передача духовного наследия осуществляется прежде всего по неразрывной цепи от учителя к ученику. Непосвященные люди привыкли называть любого тибетского монаха или аскета ламой, в то время как это слово применимо лишь к истинным гуру, таким как Кангюр-Инпоче, обладающих необходимой квалификацией для того, чтобы посвящать учеников и вести их по пути к освобождению. Существует много видов учителей. Каждый из них достиг полной внутренней свободы, благодаря чему он может решать любую насущную задачу, например, строить небольшой храм или ступу, как это делает Чадрал-Инпоче. Согласно распространенной исключительно в Тибете традиции передачи духовного наследия, учителей, называемых Тулку, выбирают еще в детстве. Именно поэтому эти монахи во главе с Калу-Инпоче совершают перед этим ребенком по имени Тай Сиду-Инпоче церемонию, которая используется во всех формах буддизма. Это церемония раскаяния в возможном нарушении монашеских обетов. Проводя ее, монахи совершенно уверены в том, что простираются перед очередным воплощением учителя, родившегося в первый раз за многие годы, а то и столетия тому назад. Заимствованное из английского слова «реинкарнация» — не слишком подходящее определение для буддийского понятия, описывающее предшественников или преемников. Представьте себе, что после смерти святого Бернара Клервозского или святого Франциска Ассистского цистерианские или францисканские монахи стали бы искать в других людях качества, характеризующие основателей их орденов. Тогда деятельная мудрость святого Бернара и бесконечное сострадание святого Франциска сохранились бы и сегодня, переходя от одного воплощения к другому. Но не все молодые монахи, Тулку, многие тибетцы, в которых в раннем возрасте не распознали лам, тоже определяются в монастыре еще в детстве. Честно говоря, многие из них лишь пополняют ряды молящихся в часы ритуальных служб. Другие же годами изучают тексты, священные формулы, мантры, ритуальные жесты, мудры, и упорно практикуют самодисциплину и медитацию. Субтитры создавал DimaTorzok Тибет не был столь изолированным от остальной Азии, как это часто описывают. Пусть он и был окружен бескрайними, труднопроходимыми пустынями и неприступными горами. Особое влияние на Тибет оказывали Индия и Китай. В свою очередь Тибет влиял на соседние страны Монголию, Ладак, Бутан и Сиким. Особенно на Сиким. Хотя на сегодняшний день Сиким по военным соображениям закрыт, последние сто лет он служил местом встречи западной цивилизации и традиций Тибета. Сиким по военным соображениям По распоряжению короля Сиким приютил тибетские школы, именуемые красношапочными или нереформированными, Нингму и Кагью. Молитвы, которые миллионы голосов повторяли в Тибете и которые крутились на осях молитвенных барабанов, теперь звучат у стен Великой Ступы в Кантоке. Ом Мани Пэмэ Хум. Ступы, по-тибетски Чортэн, наиболее характерные архитектурные памятники буддизма в целом. Они построены для хранения реликвий, а их архитектурное строение с пятью ярусами может служить учебником по метафизике. Пять хиани будд, или отражений абсолютного, пять составляющих человеческого существа, пять страстей, которые можно преобразовать, пять совершенств. Весь свод буддизма запечатлен в символике этой ступы. Даже те, кому не под силу описать в словах все составляющие этой мудрости, способны почувствовать в глубине души, что жизнь имеет смысл, а абсолют — это воплощение сострадания. Они тоже обращаются за прибежищем, давая обещание привести к высшему совершенству каждое существо и призывают драгоценность цветке лотоса. Ом Мани Пэмэ Хум. Неподалеку от древнего монастыря в Румтеке, в 15 километрах от Гангтока, ученики и последователи великого учителя Кармапы возводят храм по тем же канонам, по которым храмы строили в Тибете. Я воспользовался возможностью заснять эти моменты, чтобы выразить свое почтение Санаму Топгек Ази, моему коллеге и переводчику. Это здание — свидетельство веры. Сотни людей спустились с гор, чтобы на добровольных началах принять участие в строительстве. Тибетцы, непальцы, бутанцы, а также жители Сиккима работают здесь как братья. В самой Индии лишь один храм был до конца достроен беженцами. Это храм, расположенный в Масуре, отделкой и украшением которого занимались тибетские мастера. А вот строители храма рядом с Калимпонгом, Шерпы и друзья известного Шерпы Тензина, первого человека, покорившего Эверест, опираясь на силу веры, переоценили свои материальные возможности. Из-за недостатка финансовой помощи их храм так и стоит недостроенным, высится словно руины их несбывшихся ожиданий и непоколебимой надежды. В Тибете некоторые крупные монастыри вмещали несколько тысяч монахов. они были поделены на факультеты, среди которых, как правило, был и медицинский. Из тех немногих монахов, кому удалось выжить, некоторые смогли уйти в Индию. В Дарамсале была организована группа врачей лам для сохранения и преподавания традиционной тибетской медицины. Мне сказали, что для того, чтобы выучиться на тибетского доктора, требуется 9 лет, а чтобы стать превосходным врачом, 12. Поскольку медицинское обучение требует тщательного изучения и заучивания наизусть тысяч страниц, самый раз начинать обучение в детстве. Эта медицина представляет собой синтез тибетской практической медицины, китайского иглоукалывания и индийской аюрведической медицины. По словам тибетских фармацевтов, из тысячи видов растений изготавливаются несколько сотен различных препаратов, причем действие этих препаратов основано на свойствах растений. Так как не все необходимые растения можно было найти в Тибете, тибетцы организовали экспедиции в соседние страны, в том числе в Индию, на склоны Гималаев. Тибетцы без колебаний признают успехи современной медицины, а один известный мне доктор-швейцарец так уверился в действенности методов, применяемых ламами, что сразу же взялся учить тибетский язык, чтобы обучаться этой медицине вместе со своими коллегами и салхасы. Безусловно, есть огромная разница между нашими фармацевтическими рецептурами, где выверен каждый миллиграмм и приблизительными дозами тибетских фармацевтов. Но после года наблюдений этот швейцарский доктор сказал мне, что у него нет никаких сомнений в том, что тибетские методы лечения ведут к исцелению. Тибетцы совершенно точно знают, какие пилюли из сотен возможных назначить не только при конкретном заболевании, но и, что важнее, конкретному больному. Ведь из моих бесед с докторами Дхарамсалой я вынес, что наибольшее внимание здесь уделяется лечению пациента в целом, а не симптомов его телесных расстройств. Кроме тщательного осмотра глаз пациента, при диагностике во внимание всегда принимается частота пульса на обеих руках, а также наблюдение за реакциями, возникающими при взбивании мочи пациента, в особенности за скоростью появления и исчезновения вне пенистых образований. Здесь замеры снимаются деревянной палочкой, но не для того, чтобы определить точки его укалывания, а чтобы с точностью выявить симметрию и асимметрию тела пациента в сравнении с идеальными пропорциями. Как и в европейских больницах, во время консультаций главного врача и его ассистента сопровождают ученики. Я не имел возможности проверить это, но тибетскому методу иглоукалывания, который также предполагает проведение замеров, приписываются поразительные результаты. В Тибете некоторые монастырские университеты вмещали до 7 тысяч монахов. Однако не стоит забывать, что поскольку сам Будда признавал за женщинами право принимать монашество, они всегда имели возможность посвятить жизнь религии, стать монахинями, бреющими головы и облаченными в монашеские одежды. Из десятков тысяч монахин Тибета лишь около сотни выживших бежали в Индию. Там они продолжили практиковать йогу и медитацию. Как и монахи, монахи не посвящают свое время службам, ритуалам, обучению, чтению, молитвам и выполнению мудр. Эти движения требуют полной вовлеченности и каждый из них имеет глубокий символический смысл. Музыка 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 Оставшиеся в живых монахини поселились в Далхаузе, на другой стороне гималайских хребтов. Перед проведением праздничного буддийского молебна они совершают ритуальное обхождение вокруг бунгало, которое служит им и домом, и храмом. Эти монахини принадлежат к школе Кагью, школе йогинов, основанной знаменитым аскетом Марпой и, конечно же, Миларепой, известным своими посвящениями и возвышенной поэзией. При первом же знакомстве с миром Тибета мы узнаем, что тантрический буддизм делится на несколько школ. Четыре главные школы объединяют почти всех его последователей, как монахов, так и отшельников. Эти монахи принадлежат к школе Нингма, что в переводе означает «древняя». Эта школа была первой, основанной в Тибете. На сегодняшний день самый почитаемый гуру в Индии – этот человек, который, как и многие монголы, не носит бороды, а свои длинные волосы стягивает в узел, согласно тибетскому обычаю. Этот мудрец женат, он глава семьи. Его имя – его святейшество Дуджом Ринпачэ. В большинстве случаев именно лам школы Нингма некоторые западные исследователи обвиняют в безнравственности, колдовстве, искажении буддизма и других отступлениях. Эти предубеждения исчезают сами собой, стоит только провести некоторое время в обществе Кьенце Ринпачэ, Канг Юра Ринпачэ и Дуджома Ринпачэ. Сейчас вы видите, как Дуджом Ринпачэ участвует в тантрическом ритуале посвящения, или Абхишеке. Заключительная часть этого ритуала – это священное таинство, которое нельзя снимать на пленку, но даже его начало позволяет проникнуть в самую суть подлинной тибетской традиции. Я бы предпочел сейчас сохранять молчание и воздержаться от комментариев, чтобы вы могли, пусть даже в качестве зрителей, прикоснуться к тибетской традиции. Канг Юра Ринпачэ и Дуджома Ринпачэ и Дуджома Ринпачэ и Дуджома Ринпачэ. Канг Юра Ринпачэ. Канг Юра Ринпачэ и Дуджома Ринпачэ. Продолжение следует... 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 выпало счастье познакомиться. Как я смог убедиться на своем личном опыте, сама энергия его присутствия и его молчаливое влияние объясняют то глубокое уважение и почтение, которое ему оказывают. За священной маской самообладания и внутренней силы все эти тибетские мудрецы скрывают переполняющие их сострадания, важнейшее качество всех последователей Махаяны. Их религиозная жизнь начинается с обета Бодхисаттвы, согласно которому они не должны отделять свое собственное освобождение от спасения всех существ, находящихся во власти иллюзии рождения и смерти. Однако самой известной для иностранцев тибетской школой остается, пожалуй, Школа Желтых Шапок или Гелук. Среди настоятелей и высокопоставленных монахов этой школы двое наиболее почитаемы. Это два учителя или наставника, обучивших Далай-ламу. Младший из них, Кьябджи Триджан Кримпоче, лама с исключительной репутацией, достоинствами и блестящим умом. То, как этот монах выражает свое почтение, обращаясь к нему за советом по серьезной проблеме, возникшей в его духовной жизни, вовсе не любезность, а часть утонченного этикета, которому эти смиренные монахи должны следовать в присутствии высокопоставленных священнослужителей. Ученики получают от своих учителей не только глубочайшие ответы на самые важные вопросы, но также передачу силы и энергии, которые несравнимы ни с чем. Лишь учителя знают, что рвение учеников не признак страха или раболепия, а проявление любви и благодарности. Они также знают, что каждый жест, совершенный в присутствии учителя, часть ритуала, а трапеза, разделенная с ним, — таинство. И эта тишина, в которой они находятся вместе с учителем, — приобщение к истине, как к таковой. Старший наставник Далай-Ламы, Кьябджи Лин Кримпоче, — живой пример великих метафизиков гилукпы, чье совершенное владение пражня парамитой и различными тантрами постепенно подготавливает их к достижению высшей точки медитации. В медитации, где нет форм, нет двойственности. Медитации, выходящие за пределы любых образов и проявлений. Дарамсала находится на севере Индии, в штате Пенджаб, над долиной Кангра. Именно здесь и живет Далай-Лама, монах, которому сейчас 30 лет. Благодаря своему титулу Далай-Лама был известен всему миру еще задолго до того, как он в 1959 году нашел пристанище в Индии. Здесь к нему получили доступ почитатели, любопытствующие ученые и эксперты. Последователь жившего несколько столетий назад Санкапы, признанный монгольскими императорами главной политической фигурой Тибета, человек, которого журналисты со всего света называют живым богом, а буддисты считают воплощением бодхисаттвы Авалакитышвара. 14-й Далай-Лама для всех тибетских беженцев остается символом их потерянной родины и религии, которую они не утратят никогда. Но этот правитель, преданность которому доходит до того, что люди собирают пыль, по которой ступали его святые ноги, этот глава правительства в изгнании, известный даже больше, чем многие премьер-министры влиятельных государств, не царь, не император, не диктатор, и даже не глава политической партии, а простой буддийский монах, который следует всем предписанным монахам правилам из сутр, включая целибат, обет безбрачия. Монах, который простирается рядом со своими товарищами-монахами из дворца Патала в Хасе и кается при нарушениях обетов. Хотя Далай-Лама очень образован, как и его предшественники, пятой и тринадцатой Далай-Ламы, он не просто учитель, передающий важные знания горстке учеников. Для тибетцев он больше, чем просто учитель, гораздо больше. Он драгоценный защитник своего народа, Будда сострадания, переродившийся на земле, чтобы утешать людей и служить им. Прожив семь месяцев среди йогинов, монахов и лам, принадлежащих к разным тибетским школам, я глубоко убежден, что тибетский тантрический буддизм в той форме, в которой он существует в Индии с Секиме на 1966 год, заслуживает своей известности. Однако, лишь немногие книги, даже написанные самыми компетентными специалистами, сумели объяснить, почему это так. Ведь согласно тибетским учителям, обучение или передача знаний о тантрическом буддизме и йоге возможны лишь в контексте взаимоотношений между учителем и его учеником. А значит, лишь немногие могут получить эти знания из-за наложенных ограничений и мистической подоплеки. Тибетцы полагают, что лишь духовный поиск и горячее желание изменить свою личность дают право на получение высшего знания, тогда как так называемое объективное научное исследование или интеллектуальное любопытство, пусть даже сопровождаемое должным уважением, такого права не дает. У тибетских монахов, беженцев, очень развито чувство собственного достоинства. Они не станут просить милостыню или выставлять на продажу себя и свое духовное наследие. Их мантры — символические звуки, и мандалы — священные символические изображения — не могут быть открыты первому встречному. И они не станут продавать свои йогические упражнения на рыночной площади, лишь потому, что нуждаются в финансовой поддержке. Сохранение этого духовного наследия — главная забота Далай-ламы, правителя в изгнании, монаха, застывшего в молитве. Сохранение этого духовного наследия — главная забота Далай-ламы,